шалом дорогие друзья мир вам и благодать господа нашего иисуса христа мы сегодня вечером с пашей руновым хотим замутить какой-либо эфирчик вернее эфирчик о чем-либо пока еще не знаем о чем поговорим прошу господа дать нам интересную тему повести наш разговор быть третьим между нами как обетование господня гласит если двое или трое собрались во имя мое то я среди них так говорит иисус и вот паша рунов он продвигает эту идею вот это его идея коронка общаться такие в таких маленьких группках 23 человек 23 человека и назидаться друг через друга те через христа который будет проявляться и проявляется в этом общении вот я сейчас просто найду местечко стану мне нужно подключиться к розетке потому что у меня зарядка заканчивается вот я нашел розетку так паша я жду тебя давай подключайся так вот и вижу пашу добавляю от гости эфира нет ответа паша от тебя нет ответа еще раз попытаюсь тебя добавить опять от гости эфира нет ответа а почему от гости эфира нет ответа паша в чем проблема в чем проблема я не знаю а почему еще раз еще раз от гости эфира нет ответа ответа Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, ты знаешь, я... Как-то в чате сидел, в чате землянка сидел. Вот, но там как-то я посмотрел, что, ну, так же, как и с группой Куца, есть только какие-то моменты, где я пересекаюсь. Вот. Вот. Пересекаюсь с этими людьми. А другие моменты как-то смотрю, ну, понимаешь, как получается, вот, любая группа, любой чат, ну, любая компания, да, имеет свой костяк. А этот костяк формирует атмосферу общения в этой компании. И та атмосфера общения, конечно, полегче, чем у Куца, полегче. Но тематика такая, которая, ну, ну, скажем так... Не совсем тебя устраивает, да? Да, как-то, как-то получается, что там не получается, опять же, обсуждение. Оно очень тяжело получается. И люди не понимают, что это хорошо. У них нет этой культуры обсуждения. Вот там обычно как-то получается, что один долго говорит, потом другой долго говорит, и как-то обсуждение не получается. Вот у нас, кстати, с тобой тоже долгое время не получалось обсуждение. Только я говорил, ты меня представил, я говорил, и все. Как бы монолог был. А вот последнее время я заметил, что мы уже вышли на диалог. Это, видимо, ты знаешь, это мало кому удается. Диалоги. Это, видимо, искусство. Я думаю, что просто люди должны притереться друг к другу, понимаешь? Начать более тонко чувствовать друг друга. А это вопрос времени, это вопрос практики, прежде всего. Ты знаешь, Паша, что я тебе хотел сказать? Меня группа Куца научила одной очень серьезной вещи. Я не знаю, подойдет ли это тебе, но я решил себя таким образом вести дальше. Помнишь, мы как-то с тобой говорили, что не надо ложить все яйца в одну корзину. То есть у меня была своя страница, в которой были люди. Десять, двадцать человек приходили. А когда я пошел в группу Куца, я полностью с головой туда вкунулся и перестал даже вести свою страницу. И когда у меня не получилось с группой Куца, вышло так, что я нигде. Я сделал такой вывод для себя. Дальше я буду по возможности участвовать в разных группах, куда меня пригласят. В твою группу зайду, может быть. Еще куда-то там. Но я больше не повторю этой ошибки. Я буду свое служение развивать тоже. Делать то, что мне по сердцу. То, что я чувствую, то, что меня созидает, к чему меня призывает Бог. Все остальное уже как бы по мере, так сказать, возможностей и желаний. Потому что только у себя на странице или у себя в группе ты сможешь быть хозяином. Понимаешь? Во всех остальных местах ты гость. Да. И музыку заказывают другие. За исключением только одного момента, когда люди тебя очень серьезно понимают. И вот я у тебя в гостях веду себя почти как хозяин. То есть я в этой теме доминирую. Вот это бывает единственное исключение. А так, если люди тебя не понимают, то, конечно, ты там не просто в гостях, ты там где-то даже, ну, на задворках. Даже так. И это нормально. Ты знаешь, надо к этому привыкать. Это нормально. И поэтому действительно должно быть побольше чатов. Вот в этом чате, который создал Кудс, ты знаешь, что Кудс создал чат? Да. 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 Я как бы дал ему эту подачу. И он сразу же откликнулся, создал чат. Я сейчас вот случайно зашел туда в чат. Ты знаешь, чат живет. Чат живет своей жизнью, конечно. Не той атмосферой Кудса. Потому что Кудса там нет. Он не задает тон. И там уже задает тон, по-моему, Марич. Задает тон. Но его тон намного, конечно, мягче, чем тон Кудса. Он еще более-менее вменяемый. И то даже я посмотрел, что уже и другие люди подключаются. То есть и чат, по-моему, полегче как-то, попроще. Вот. И надо действительно находиться в разных группах. Я думаю, еще свою группу вести. Потому что в своей группе и свой чат еще надо открыть. А свою специфику вести. Потому что есть такие моменты, где надо просто повести свою специфику. Вот. Да. Так что я думаю, вот такие вот новости, что как ни крути, придется находиться в разных группах. Вот у меня, Паша, выработалась такая, выстраивается такая схема. Схема общения. Я вообще думал, что мы поговорим с тобой на тему интернет-церкви, специфика церкви в интернете. И вот постепенно разговор на эту тему выходит. И у меня выстраивается такая схема. Прежде всего, общение мое должно быть с Богом. Если у меня не хватает общения с Богом, понимаешь, Паша, и я начинаю общаться с другими людьми, то возникают проблемы в общении с другими людьми. Понимаешь? То ли они меня подгибают под себя, да. То ли я не могу себя реализовать как-то. Ну, разные. У кого? У кого какие разные? Итак, первое – общение с Богом. Второе. Общение, служение твое, если ты его нашел, что хочешь делать ты? То, о чем я говорю. Служение на своей странице. Развивать свое служение. Быть максимально независимым от других людей. Потому что я зашел несколько раз в чат, не помню, то ли в Кусовский, то ли еще в чей-то чат, и люди просто… мне показалось, что люди просто варятся в этом котле, и они недостаточно самостоятельны, недостаточно индивидуальны. Понимаешь? Я, может быть, сложно выражаюсь. Вот. И треть… Да, говори. Подожди. Да, вот по второму пункту я хочу сейчас понять. То есть, первый пункт надо состоять в разных группах, чтобы таким образом сохранить независимость от какого-то одного монополиста. Вот это первый пункт. Второй пункт… Для меня этот первый пункт – это общение с Богом. Вот я общаюсь с Богом, я чувствую… Я на коне, я сам в себе, все нормально со мной. У тебя это, ты говоришь, что это у меня разные группы, да? Нет, ты знаешь, общение с Богом тоже у меня на первом месте. Потому что, если его нету, то все теряется, как-то теряется почва под ногами. Поэтому, конечно, это стоит на первом месте. Но если сейчас брать из общения с людьми, то, конечно же, надо суметь быть в разных группах. Ну, хотя бы в двух-трех. Но не в одной. Не в одной. Потому что общение надо сохранять со всеми. Где это, конечно, возможно. Ты знаешь, Паш, мне очень… мне понравился вчерашний твой разговор с… своим приятелем, как его зовут? С Ваней. С Ваней, да. Я, правда, не имел возможности слушать. Ваня. Я не прослушал весь эфир. Я включался, у меня работа была. Я включался периодически. И ты знаешь, что мне понравилось? По сути, ты проповедовал в живом общении. Ты проповедовал. Но ты проповедовал именно в своей стихии. Ты отталкивался от… не от Библии, ты отталкивался от ситуации. Ты взял проблему, которая волнует Ваню, которая волнует тебя, и вы начали эту проблему обговаривать. Вот это твое, мне кажется. Это твое. Потому что ты долгие-долгие годы изучал Библию, и тебя, возможно, это уже… Бог тебя подталкивает идти к проблемам, да? Чтобы не зацикливаться на догматизме, доктринерстве, на учениях. Вот я как-то так, может быть, тебя понимаю. Может быть, неправильно? Ты знаешь, я просто хочу многих христиан немножко расслабить, и чтобы они увидели, что Библия соответствует жизни. Понимаешь, у большинства христиан Библия соответствует не жизни, а доктринам их секты. Вот чем она соответствует. Вот поэтому секта и слаба, потому что ее доктрины не соответствуют Библии, и таким образом жизнь. Поэтому она и слаба. И поэтому я решил опираться не на секты, вот такие доктрины, а вот есть конкретная жизнь, есть конкретные проблемы. И давай, как говорится, мы посмотрим, кто сможет эти проблемы решить. Кто решает эти проблемы, тот и ближе к Богу и к Писанию. Вот такой у меня подход есть. А если люди говорят о себе, что они там какие-то, там не поймешь какие, но проблемы они решать не могут, тогда зачем вы нужны с вашим учением? Паша, ты пропал. Ты пропал. Инга, Гвельсиане, я приветствую вас, я вижу, что вы смотрите. Вы хотите выйти в эфир, пообщаться, пока Паша пропал, и неизвестно, выйдет он или нет. Ну, мы можем общаться так, один заходит, второй выходит, потом опять. Третий заходит, второй выходит. Если хотите, напишите мне, я вас выпущу в эфир. Значит, тема у нас вырисовывается такая, интернет-церковь. Вернее, церковь в интернете. Специфика общения церкви в интернете. Вот мы все ищем оптимальный вариант. Вот я знаю, Инга, что вы уже вышли из группы Куса. Я вышел немножко раньше. Вот, и тоже перед вами, вероятно, стоит вопрос, что делать дальше в интернете, да? Вот, на эту тему мы могли бы поговорить. Вот. А пока Паша пропал, я его еще раз добавляю. Инга, ну, это остается в силе? Вы напишите, если хотите вообще-то. Ты пропал, да? Ты пропал, да? Да, меня выбило. Иногда такое бывает, выбивает из эфира. Мы остановились на... Да, то есть я вот... Да, ты вот как бы, тебе понравилось, что вот мы вели такой разговор. Я вообще, ты знаешь, хочу как-то вот создать такую атмосферу в своей группе. Хочу узнать вот такую атмосферу, что... А Бог — это не для красного словца. И Библия не для красного словца. А это реально для решения проблем. Вот я хочу такую подачу дать. Потому что многие люди, ты знаешь, для них Бог и Библия — это, наверное, только в таком разрезе. Утешатся с вами верою общую, вашу и мою. Все. Но есть еще и другие места, да, что вера без дел мертва, что с помощью веры можно сдвигать горы, что можно решать нерешаемое, да, человеку невозможно, Богу возможно. То есть я хочу вот такую подачу дать. Не просто вот мы, давайте вот мы собрались и давайте утешимся верой. Все. Вот я посмотрел, обычно люди зачем собираются. Никто ничем помочь не может, но давайте мы неудачники такие собрались. И давайте мы вот скажем, что вот мир сатаны такой ужасный. И мы все равно с Богом споем песню, помолимся, почитаем отрывок, разберем его, проанализируем. И мы увидим, что мы с Богом, а мир сатаны все-таки плохой. Все. Я просто это постоянно нахожусь в такой ситуации. Никакие проблемы не решаются, да и не надо решать, потому что мы с Богом, а сатана плохой. И все понятно, откуда проблема. А ты улыбаешься. Да, это в Окса. В Окса горел такой идеей, помню, в группе Укуца. Он все призывал христиан, давайте делать дела. Давайте пойдем штурмовать Верховную Рату. Не, на самом деле, Паш, мне очень нравится твоя идея и правильный подход. Правильный подход именно через проблемы. В конце концов, Бог так нас к себе приводит. Через проблемы. Сытый человек, у которого нет проблем, он к Богу не приходит. Поэтому у тебя именно Божий путь. А у меня, знаешь что, я вспомнил, что несколько лет тому назад я организовывал, тоже создал, оказывается, свою группу. Эта группа называется «Искусство толкования Библии». Я ее создал, почему? Потому что я начал учиться тогда в библейском колледже, в Натании. И я думал в этой группе публиковать различные библейские материалы. Книги по герминевтике там, все такое. Я публиковал. А потом, когда я закончил через два года этот колледж, я эту группу заморозил. А теперь я о ней вспомнил. Я, наверное, буду ее развивать. Я буду туда пускать разговоры. Вот, допустим, наши с тобой разговоры. Да и с кем-нибудь еще прямые эфиры. По разбору Библии. Просто как Бог дает откровения. И начинать разборы Библии. Вот я сейчас уже начал практиковать разборы Библии в прямом эфире у себя на странице. Именно тот принцип, о котором ты говоришь. Наперед, без всяких заготовок. Открывай Библию, что Господь сейчас даст, то и говорите. Да, да, да. Ты знаешь, это хорошая идея. Я, кстати, очень люблю... Вот это мое тоже любимое дело. Я, вообще-то, если честно сказать, больше всего люблю вот это. Вот это. Толковать писать. Кстати, сегодня я был в эфире с Ивановым и Маричем в комнате. И мы там пытались разобраться по книге Откровения. Последние главы. Я очень люблю этим заниматься. И, кстати, было бы неплохо... Вот, например, Сафронов мне нравится. Он вот в эту тему подходит. Сафронов мне очень нравится вот в эту тему. Вот было бы неплохо его туда привлечь. Вот он просто... Я его сколько раз видел, он, по-моему, лучший. Вот по толкованию Библию. Он, может быть, и немного знает, но я, знаешь, как я его определил, что он лучший? Он не приплетает свои сектантские взгляды к Библии, как делают множество. Множество людей, которые Библию не знают, они знают сектантские взгляды и налагают их на Библию. И вот все их толкование. Вот сегодня у Марича это сочетало. Вот Иванов, он... Доктринальная... Доктрины своей деноминации, так сказать. Да, да, да. Ну, это же сектантство, понимаешь? То есть доктрины своей деноминации. Это уж... Надо одним словом пора уже назвать секта. То есть какая-то часть, какое-то отделение. Какое-то разделение, да. И вот, понимаешь? А вот у Сафронова, вот он как пытается понять Писание. Вот реально, что там написано? Вот Иванов сегодня... Он пытался это тоже понять. Вот чем мне нравится Иванов, он тоже пытается. Вот таких людей надо было бы неплохо собрать. И вот давайте, братья, посмотрим, что вот нам Бог говорит через страницы Писания. Как нас Писание там обличает или наоборот назидает и так далее. Я очень это люблю. Это одна из моих тоже тем. Потому что я в Писании хорошо разбираюсь. В принципе, очень даже хорошо. Но я так сравниваю с другими. В принципе, хорошо или даже очень хорошо. Плюс еще мне Бог дает откровение. Вот конкретно на эту какую-то главу там или стих и так далее. Поэтому это, кстати, одно из моих любимых дел. Я когда-то был чуть ли не профессионалом в этом деле. Но ты понимаешь, какая ситуация? Вокруг меня собрались люди в основном неграмотные. И до такой степени неграмотные, что уже там и неграмотные, и атеисты, или даже христиане, но неверующие. Понимаешь? Вот я, например, тебе скажу. Большинство христиан – это неверующие люди. Неверующие люди. Они не имеют веры, как написано. Испытывайте самих себя. Верили вы. И вот большинство христиан не в вере. Абсурд, да? Они так же, как и израильтяне. Носят имя христиане, да? Они верующие. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Помнишь? Да. Написано в книге Откровений. Да. Но ты понимаешь, это не просто абсурд. Это в Писании постоянно описывается, что израильтяне, народ Божий, погибли в пустыне. За что? За неверие. То есть, как говорится, то, что как раз им сам Бог велел, как раз именно это не соблюдается. Фарисеи как раз были неверующими людьми. Это были лицемеры. Лицемеры – это, кстати, крайняя степень неверия. Крайняя степень неверия. За такую крайнюю степень неверия люди попадают в гиену. Это смерть вторая. Даже не ад. Первая смерть. Ну ладно. И вот я хочу сказать, какую идею. Я с удовольствием бы учал бы, как бы, с удовольствием бы участвовал. Я уже что-то чувствую засыпаю, знаешь. Я в последнее время рано встаю, и когда начинается вечер, он начинает засыпать. Я с удовольствием бы участвовал вот в разборе Писания. Но ты понимаешь, из-за того, что люди, большинство, неграмотные и очень нуждающиеся в решении проблем, я решил свою группу именно вот такой срез сделать, что хочу узнать. У человека есть проблемы, он хочет узнать, что мне делать. И вот мы пытаемся вот решать этот вопрос. Смотрите, что нам Бог открывает. То есть разбор не Писания, а разбор проблемы. Ну вот я хотел бы разбор проблемы, разбор Писания. И еще третий момент, что вот я вижу очень полезным. Третий, еще четвертый. Третий момент – дискуссия, рассуждение. Помнишь, там двое-трое пророков и прочие рассуждают. Вот хотел бы это вести. Вот, по сути дела, это ядро собрания. То есть вот это рассуждение. То есть как должно вестись собрание или церковь. Вот образец нам дал апостол Павел. И еще четвертый момент. Ну, наверное, вот молитва, прославление, утешение даже. Ты знаешь, я тебе скажу даже вот то, что христиане собираются вот как неудачники. Они же собираются именно как неудачники. То есть у них веры нету, но и бросать христианство тоже не могут. И давайте хотя бы попоем там, помолимся. Формально, конечно же, эту молитву Бог не слышит. И они знают о том, что Он не слышит. Они даже знают об этом. Но давайте мы помолимся там, а вдруг. Или а вдруг, или там. Ну, надо же молиться, мы христиане. Ну, там разные причины. И даже это, ты знаешь, вот я тебе скажу, там вот в парке, куда я хожу, там многие собираются неудачники. И ты знаешь, даже вот если неудачники собрались вместе, это как-то легче. Знаешь, товарищи по несчастью, ты уже не один. Даже это, даже это неплохо. Да, 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 ты знаешь, даже это неплохо. Вот бременские музыканты, да, были все товарищами по несчастью. Но вместе они уже были банда. Мьюзик-бэнд. Вот. Как была такая песня недавно. Потому что мы банда. То есть если мы, ну, банда это в русском языке только негативный имеет оттенок. А в английском языке, ну, мьюзик-бэнд, это, знаешь, музыкальная группа. Так вот, я что хочу сказать. Что я бы с удовольствием это изучал. И, понимаешь, есть разные срезы. Вот у куца, например, срезы, это больше человека испытать. Вот человек выходит такой, да, пытается что-то проповедовать. Его никто не поддерживает. Его постараются уколоть, испытать со всех сторон. С точки зрения писания, с точки зрения психики, духа и так далее. То есть его пытаются уколоть где только возможно, чтобы посмотреть. Он, знаешь, как там в Шаолине. Такой был ряд. И ты должен пройти через этот ряд, который тебя бьет палкой. Должен пробежать. И вот здесь то же самое. Вот куц выстроил этот ряд. И человек, выходя в прямой эфир, должен пробежать через него. Вот. А в конце там стоит куц еще с такой дубиной конкретно. Там даже не рядом, он в конце прямо на финише, в таком тупике стоит. И в конце тебе скажут, это все фигня. Ладно, сказал бы. Ну ладно, это все фигня. Нет, это еще все фигня. Вот так еще. Такой вот финиш тебе еще ждет. Ну ладно. А вот, допустим, у Арземасова срез какой, я посмотрел. У Арземасова срез получается, ну, как бы болтовня такая. Знаешь, вот давайте поболтаем об этом, да, вот, болтовня такая, знаешь, неопределенно. Она движется непонятно по какому руслу. Некоторые люди хотят просто поболтать, да, вот они вместе находятся, они хотят поболтать. Как придется. И вот есть разные срезы, понимаешь? Вот у меня вот эти четыре среза есть. Вот разбор писания, разбор ситуации, разбор там какой-то темы, какая-то дискуссия. Дискуссия, дискуссия, да? Да. И вот такое, и поклонение, да. И поклонение. Ну, конечно же, разбор, вот дискуссия, конечно же, я ее ставлю на первое место, потому что там я вижу, что Бог говорит, вот, когда говорят все вместе, да, пророки, то говорит Бог. Вот это, конечно, я люблю больше всего. Ну, понятно, а у тебя вот, если там ты тоже вот находишь какие-то свои срезы, их надо продвигать. Потому что я тебе скажу, ты знаешь, вот то, что Куз говорит, что у всех там есть возможность у него уступать, на самом деле нет. Куз создает определенную атмосферу, срез, и ты даже если хочешь что-то другое сказать, ты уже не можешь, потому что ты в этих рельсах. Все равно там. И тебе просто не дадут. То есть, а там рельсы какие, как бы ты не вышел, там ждет тебя палка, ряд палок. То есть, есть некоторые моменты, наоборот, надо включиться в тему, не смеяться, а вот как бы включиться в тему и помогать друг другу. Выяснить ситуацию. Но это там невозможно. И поэтому было бы неплохо, если бы ты тоже нашел свое амплуа, тоже его продвигал. Я буду продвигать свое амплуа. Или в других группах, где я не хозяин, но я вижу, что это моя тоже стезя. Вот, например, как на твоей странице, вот мы обсуждаем какие-то вещи. Это мое. И поэтому я с удовольствием прихожу на твою страницу. И также я вот сегодня, кстати, понял, что в землянке некоторые вещи тоже невозможны. И я понял, что в землянке я могу просто прийти поболтать. Значит, я это сохраню. А все остальное, то, что невозможно, значит, я пойду искать в других местах. Все. И то болтовня, как бы, для меня тоже не на первом месте. Для меня на первом месте вот это вот. Все-таки обсуждение, конечно. Ну, вот. Вот что я вижу. Вот это такие новости, скажем так, у меня произошли. Я хотел бы сказать еще вот о чем. О ценности. Да. О ценности своей страницы. Вот почему я не хочу бросать свою страницу. То есть у меня будет группа. Вот эта, которая есть, которую я хочу возобновить. Искусство кулкования Гиблии. В которой каждый может, человек, ты можешь открыть эфир и поговорить со мной или с кем-то другим о Библии. Каждый может писать посты. Ну, это группа, да? Как у Куца, группа. Да. Но, помимо этого, все-таки главным своим детищем я вижу страницу свою, собственную страницу, которую я веду, в которую я пощу разные материалы. Духовные, там, свои пророчества и прочее. Вот наши с тобой эфиры, прославления. Пощу какие-то интересные материалы, которые я увидел. Материалы светского характера. Понимаешь, какой смысл большой я вижу в своей странице лично. Потому что, вот, когда мы делали Цитру, этот Куб Открытия Духовности, я увидел. Насколько важно. Понимаешь, уровень общения зависит от уровня развития каждого человека личного. Насколько важно, когда человек духовно растет сам, интеллектуально растет тоже, и он становится самодостаточным. И вот тогда, когда собираются вот такие самодостаточные люди. Паша, ты опять пропал. Вот это класс, и получается пиршество общения. Я тебя еще раз вызываю. Ты пропадаешь что-то. Пропадаешь что-то. Да, выбивает. Вот, то есть личная страница, она отслеживает твой личный духовный рост, который ты делаешь на обозрении всех. То есть он свидетельствует о твоем пути, о тебе. Понимаешь, какая мысль? Да. Поэтому интернет... Да-да, говори, говори. Ты знаешь, да, вот я посмотрел, что действительно на твоей странице мы вот как-то обсуждаем сейчас вот этот твой этап просто. Ты знаешь, я действительно замечаю, что вот сейчас на твоей странице, в принципе, виден твой... Вот сегодняшний этап рост, вот видно, что ты на каком-то этапе находишься. То есть ты ушел от куца, вот ты пытаешься что-то дальше двигаться, ты пытаешься переварить то, что было в прошлом, вот, и дальше нащупать пути вот вперед. А та группа, да, там надо просто, независимо от роста, там нужно вот разбирать Писание или искусство, вот, допустим, там, посмотреть, какие разные технологии есть или приемы. Посмотреть, как Христос толковал, как другие толковали. Вот, Писание, и было бы неплохо, потому что есть... Сейчас слышишь опять, да? Да, да, слышу. А давай я повторю фразу. Как я вижу церковь в интернете? И не только в интернете, а вообще церковь. Я, честно говоря, не вижу большой разницы между интернетом и реальной жизнью. Большой разницы не вижу. Сейчас покажу, вот, объясню почему. Смотри, как я вижу церковь. Вот есть такая фраза апостола Иоанна, если ты помнишь, что если мы имеем общение друг с другом, то ходим во свете. Ты помнишь эту фразу? Да, 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 да. Ты понимаешь, тут смотри, цель какая стоит. Там не написано, если мы собираемся вместе, то мы ходим во свете. Там стоит ключевое слово – общение. Люди могут собираться вместе по воскресеньям, но там общения нет. Там нет общения, там просто послушали какой-то монолог, спели и все. И после собрания там какое-то общение бытовое. Или наоборот, мы имеем общение вот именно такое духовное. Это можно даже и в интернете сделать. Это можно и через письма. Какие письма были духовные апостола Павла? Какое общение? И как там эти коринфяне или там галаты неразумные, какое у них было общение друг с другом? Поэтому я ставлю упор не на то, это виртуальное собрание или какое-либо другое, а если там вообще это общение. Потому что собираются люди там, смотри, а для чего? Для того, чтобы было общение. Не чтобы вместе просто собраться. Чтобы было общение. Если общение не происходит, это не церковь. Это синагога сатанинская. А в синагоге как было? Как было там, мы видим? Там есть кафедра, один говорит, остальные слушают. Вот мы помним, что Христос по обыкновению своему вошел в день субботний в синагогу, и ему там дали прочитать пророка Исаия. То есть он читает и остальные слушают. Вот синагога. Но Христос оставил нам не синагогу, а церковь. К сожалению, эта церковь опять откатилась в состоянии синагоги, сатанинской к тому же. Так нам говорит книга Откровения. И вот что я хочу сказать, должно быть общение. И вот давай мы подумаем, а что способствует общению? Способствует ли общению, если мы находимся только в одной группе КУЦА? Только в одной группе. Это способствует общению? Или нет? Или это разрушает общение? Если только в одной группе. Ты говоришь о группе вообще или о группе КУЦА именно? Или просто об одной группе, если мы находимся только в одной группе. И к тому же в этой группе не все нам подходит. А еще даже если и много не подходит. А мы только в ней находимся. Это что? Знаешь, Паша, вот меня удивляет. Я с одной стороны как бы и радуюсь. А с другой стороны меня удивляют люди, которые остаются в группе КУЦА. Вот, допустим, Сидорова, да? Алена Казинец. И Рада Ян. Понимаешь? Вот эта Аня, Аня, которая имеет. Ямчинская. Ямчинская. Понимаешь? Они нашли в этой группе свое общение. Некоторые из них нашли даже свое служение в этой группе. И это здорово. Это здорово. Но мне, например, это не подходит. Ты знаешь, я говорил с ними. И я тебе скажу, что на самом-то деле они и ищут альтернативу. А Лилия Сидорова мне уже очередной раз сказал, что хочет уйти из группы. Вот. Но все-таки опять задержалась, осталась. Тут появился еще, я вижу, чат у КУЦА. И вот она в этом чате сейчас сидит. Потому что в чате уже можно говорить намного поприличнее, чем у КУЦА в группе. Но ты знаешь, люди ищут. Просто понимаешь, вот эти все девушки, они не способны создать свое общение, свою группу. Они способны только присоединиться. Пока что на данный момент есть КУЦ и Арзамасов. Все. Пока что больше никто не появился. Ты, как бы, тебя считают, что ты где-то там на обочине. Понимаешь? То есть ты еще о себе не заявил. Я только-только вот пытаюсь что-то сделать. Все. То есть в принципе пока что еще остается один КУЦ. И Арзамасов где-то пытается там какую-то альтернативу создать. Вот что на данный момент. Но все эти люди, ты можешь быть уверен, они ищут альтернативу. Ты можешь быть вполне уверен. Как только она появится, так явно. Вот допустим, о наших эфирах узнают, да? На твоей странице. Или вот там ты свою группу дальше будешь продолжать. Как только появится альтернатива, будь спокоен. 90% людей, я по крайней мере с ними говорил лички, я вижу это сам тоже. Они обязательно воспользуются альтернативой. Ты можешь быть в этом спокоен. А вот я тебе в связи с этим задам такой вопрос. Послушай. А ты уверен, что Богу нужна именно альтернатива в виде какой-то группы, как у КУЦа? То есть, которую бы перешли эти люди, успокоились бы под каким-то лидером одним. И вели бы такой просто беззаботный образ жизни, свои какие-то общения. Как при КУЦе, но только при другом хозяине. Либо Богу что-то нужно более динамическое. Что от этих людей Бог хочет большего. Как ты думаешь? Ну, конечно же, мы видим, что регламент собрания такой, что 2-3 пророка говорят, а прочее рассуждают. То есть, Бог хочет динамического, это понятно. Но я имею в виду, что мы сейчас не можем создать сразу с первого шага то, что должно быть. И поэтому мы делаем первый шаг, допустим, КУЦ. Потом второй шаг, Арзамас, третий шаг, еще кто-то. И вот люди начинают уже что-то выбирать. Конечно же, правильно так, чтобы было так. Но мы на данный момент делаем, что можем. И я, например, считаю, что плохо, если только один КУЦ. А если уже появляется альтернатива, появляются еще разные виды, разные срезы, атмосферы разные. Вот это то, что надо. Я даже, знаешь, что думаю? Вот тут я вижу, Ваня мой пишет. Каждому сондо, кому как Бог откроет, одному достаточно одной группы, а другому нужно 100. Зависит от предназначения, от интереса. Ты знаешь, Александр, что тебе скажу? Ты помнишь, там народ слушал Христа, потом апостолы после этой проповеди начали задавать ему вопросы. А что Христос, вот как он обозначил учеников? Он говорит, вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. То есть есть люди, ты же должен понимать, что много званых, но мало избранных. То есть есть люди, которые всегда будут потребителями, ты хочешь сказать, да? Да. И которых нужно кормить, которых нужно кормить, может быть, с ложечки. А я, кстати, хотел тебе сказать, вот у меня, помнишь, мы с тобой разобрали доктрину об Антихристе? Вот учение об Антихристе. Но у меня еще есть такое учение о других овцах. Есть у меня и другие овцы, которых надлежит мне привезти. И в данном случае под этими другими овцами имеется в виду не просто язычники, а язычники по духу. А мы знаем, что в Новом Завете, если я кого-то и знал по плоти, то больше не знаю. И вот в Новом Завете, когда говорится о язычниках и о евреях, там имеется в виду по духу. Не тот иудей, который по плоти, а тот, который по духу, ну и так далее. И вот я верю, что у Христа есть малое стадо и есть и другие овцы. И вот эти другие овцы, это верующие люди, но не рожденные свыше. Они верующие. Помнишь, как написано? «Сея говорила на духе, которого имели принять верующие». То есть они были верующими, но духа еще не приняли. То есть есть верующие, которые духа не приняли и не примут. И они не будут рождены свыше. Потому что они не избраны. Они не избраны к этому рождению. И вот я хочу сказать, что много званых, но мало избранных. А есть другие овцы. И таких большинство. И поэтому им, им главное, вот этим другим овцам, им надо найти какого-то более-менее лидера, какого-то тихую гавань и там устаканиться, понимаешь? Как-то там улечься там уже. А есть избранные, которые пойдут за Христом, которые не пойдут за пастырем, понимаешь? Каким-то человеком. А за Христом пойдут. Но даже эти другие овцы, например, они не пойдут за куцом. Понимаешь? Потому что куц, ну, это противоречит их вере. То есть я должен как-то гармонировать с их верой. Хоть как-нибудь, хотя бы в основном. Поэтому вот что я вижу. Я вижу вот такая вот ситуация. Ну, для меня, например, для меня, например, я вижу так, что если я общаюсь только с какой-то группой, которая имеет одну специфику, то в то же время как есть другие специфики, другие группы с другой спецификой, то я считаю, что это общение какое-то для меня неполным. Понимаешь? Вот оно неполное такое общение. То есть я считаю, что общение должно быть для меня, я его вижу, должно быть полным. То есть я хочу и одно, и другое, и третье. И вот если эти группы появляются, я хочу поддерживать это общение. С другой стороны, если где-то в группе я теряю время, я хотел бы такое общение снижать. То есть время выделять с каждым разом все меньше. То есть, знаешь, я как вижу? Я вижу, как церковь, вот мы сейчас говорим о церковь в интернете. Я вижу, церковь в интернете, это не какая-то группа одна в интернете. Вот как, например, у Иткутс. Группа в интернете – это наша церковь. Нет. Я вижу, церковь в интернете – это общение в интернете. И общение может быть в разных группах. То есть церковь может состоять из нескольких групп. Вот я как вижу. То есть общение в разных группах имеет свою специфику, кто-то ведет один группу, допустим, два-три пророка, каждый пророк имеет свою группу, и время от времени они двое-трое объединяются для прямого эфира в одной группе, в другой, в третьей. Допустим, к примеру, я, например, могу быть лидером разбора ситуации, я вполне могу лидировать, потому что я знаю, что у меня для этого есть способности. Я могу полидировать еще, допустим, еще в каких-то группах, да, но эта группа будет не моя. Например, я вполне мог бы лидировать в группе разбор-описание, вполне. Но эту группу я бы не открыл, потому что это не моя специфика. Но я мог бы там лидировать, и я мог бы вполне составить какое-то общение, дискуссию вот в этой группе. И вот, но хотя группа не моя, то есть, понимаешь, я вижу собрание, оно состоит из нескольких групп, каждый берет лидерство за какую-то группу, потому что это его специфика, это его О, это называется в Библии, это его служение. Дух один, но служение различное. Я вижу, вот у меня есть два служения таких больших, я их хочу вести, хотя у меня есть и дары в других областях, я мог бы там поучаствовать. И вот получается я в своих собраниях, в своих там группах что-то веду, и в других группах я тоже мог бы поддержать чье-то лидерство. Понимаешь, вот как я вижу настоящее общение или собрание. Понимаешь, что самое интересное, вот если еще раз повторюсь, кстати, было бы неплохо, Александр, вот на будущее, я так даю тебе заметку, чтобы мы разобрали по Писанию насчет других овец. То есть я хочу сказать, что в Библии есть не только теология об Антихристе, но и теология новое небо и новая земля, или малое стадо, другие овцы, или верный раб и другие слуги. Понимаешь, там они постоянно, вот этот, или Авраам и Лот, верующие и рожденные свыше. Понимаешь, то есть он верующий, но не принял духа, но тоже верующий, а тот еще и рожденный. То есть везде видим две группы. Потом тот же Христос, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную, соблюдать 10 заповедей, молодому начальнику говорит, а если хочешь быть совершенным, следуй за мной. То есть опять видим две группы людей, которые просто соблюдают заповеди Моисеева закона и которые следуют за Христом. И вот я что хочу сказать, что было бы неплохо, если бы мы эту теологию тоже разобрали, потому что многие христиане на самом деле не рождены свыше. Они являются верующими. И в соответствии с их верой им важно не докопаться до истины, а скажем так, не противоречившей своей вере находиться в какой-то группе людей. Все, им этого достаточно. Помнишь, там написано, кто же верный раб, кто же верный благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами? Зачем? Давать им пищу вовремя. Заметь, один раб, один. И другие слуги. Это не два-три пророка, и остальные еще рассуждают, там все участвуют. Нет, один только раб и остальные слуги, которые пищу не дают. Он им дает пищу. Понимаешь, какая вот вещь? Вот те остальные слуги, это другие овцы, которые пищу создавать не способны. А верный раб способен, потому что у него есть дух. У него есть масло в светильниках. Он может этим светить. А те потребители этого слуги. Но в моей теологии, вот насколько я так понимаю, этот вопрос, о котором ты говоришь, это речь идет лишь о духовном возрасте. То есть зрелый человек, верный раб, он слышит Бога, знает Бога, он дает пищу. А те люди незрелые, младенцы, о которых писал Павел, вы уже столько лет младенцы, что вам пора быть учителями. А вы до сих пор еще младенцы. Потому что вы удобно устроились, приходите, вас кормят с ложечки, да, и не хотите двигаться дальше. Да, я согласен с тобой, что да, конечно, можно и так это понимать. Но как ты поймешь тогда, вот Лот и Авраам, мог ли Лот быть отцом всех верующих? Конечно же нет. Хотя он был праведником и мучился в праведной своей душе. Ты понимаешь, дело в том, что вот Лот Авраам, то есть Авраам имел Слово Божие и был странником, Лот нет и так далее. Я тебе хочу сказать, что вот есть такая теология, ну ладно, я вижу, она тебя не очень интересует, но такая теология есть. Нет, интересно, почему, Паш, нет, ты не прав в этом. Мне интересно послушать, и я всегда, вот те темы, которые ты обозначил, мы всегда сможем с тобой рассмотреть. Хорошо, хорошо, давай, если как-нибудь будет возможно, просто эта тема очень важная, знаешь, для чего? Чтобы многие люди не пытались натянуть, как говорится, сову на глобус, не пытались вести себя так, как они рождены свыше, хотя они являются просто верующими, им надо держать то, что они имеют. Ну ладно, то есть это очень полезная вещь, чтобы, вот понимаешь, многие люди, они из-за того, что чувствуют, что они не рождены свыше, они перестали быть уже верующими, их поколебалась уже и вера. Хотя на самом-то деле в Писании ничего страшного, есть не только новое небо, но и новая земля. Я имею в виду, что если бы многие христиане поняли эту доктрину, тогда многие вещи бы не были бы такими страшными. Вот, ну ладно, то есть эта доктрина очень полезная и вот, может быть, мы ее разберем. А я хочу пойти дальше, то есть, но есть вот эти избранные и церковью Христа, кто является? Званые? Нет, избранные являются церковью Христа, невестой. Званые не являются, а являются званные, избранные и верные, то есть избранные. Много званых, но вот эти много званых, они являются церковью Христа и его невестой? Нет, именно избранные. Это внешний двор. Званые – это внешний двор. Это как группа куца. Это званые. Но они могут остаться в этом внешнем дворе всю свою жизнь. Вот это проблема. И двор язычников не измеряет. То есть это там бесконечно. И как-то написано, великое множество людей, которые никто не мог перечесть из разных языков и так далее. Никто не мог перечесть. Значит, что я хочу сказать. И вот эти избранные, понимаешь, это и есть Церковь Христа. И вот они, конечно, если человек избранный, у него такой явный знак, что он не будет довольствоваться просто одним человеком, который дает ему пищу. Он не будет довольствоваться. Потому что ему будет интересно разобрать, а что же там, куда же пошел Бог, где там Христос и так далее. Потому что он идет за Христом. А человек, который не идет за Христом, помнишь, там молодой человек сказал, а я соблюдаю заповеди. Вот его уровень мышления на уровне праведности заповедей. Все. Вот это его уровень. Ему больше и не надо. Он за Христом не пойдет. И вот ему вполне достаточно, чтобы там пастырь стоял где-то там, ну, более-менее правильный, не такой уже сумасбродный. И если он как-то более-менее хотя бы в десяти заповедях так свои проповеди ориентирует, не нарушает их, это вполне достаточно для этих людей. Там не убей, не кради, почитай, аймати все эти проповеди, которые способствуют вот такой праведности, в росту такого. А есть люди, которым этой праведности недостаточно. Они хотят сделать что-то особенное. Помнишь, там Христос говорит, что особенного вы делаете? Избранные делают что-то особенное. Соблюдать десять заповедей в этом нет ничего особенного, потому что и язычники, не знающие закона по природе, законы делают. По природе. Человек рожден по природе, исполняет Моисеев закон. То есть любить ближнего, как самого себя. Он рожден таким уже, сразу же. Это его природа. Это просто из-за греха Бог дал этот закон, чтобы таким образом показать, что природа такая есть, но иногда... То есть, что такое грех? Это промах. Но иногда мы промахиваемся. А иногда даже не иногда, а часто мы промахиваемся. Часто бывает, что мы промахиваемся. Но природа наша, любить... То есть, если мы промахнулись, мы считаем это естественно. Мы считаем, что это промах все-таки. Когда мы не любим ближнего. Но в этом нет ничего особенного. А вот особенное, это в законе Христовом. Когда мы не любим ближнего, отдаем душу. То есть, исполняем новую заповедь. отдаем душу за друзей своих так вот, и вот эти избранные им недостаточно вот этого Моисеева закона, они хотят что-то особенного, закона Христова и вот они идут туда, они разбираются что есть любовь, они понимают, что любовь это смысл жизни, а все остальное медь звенящая потому что вот они туда идут вот этот молодой начальник, он туда не пойдет, ему достаточно, я заповеди соблюдаю праведность есть, мне новая земля гарантирована все, я там и мы видим, что там суд будет и каждый был судим не по вере, а по делам их там другой суд, по делам, то есть ты делал вот эти дела, вот начальник говорит да, я соблюдаю, все все, ты проходишь ну что ж, я знаешь просто что хочу сказать, что вот сейчас если вернуться к интернет церкви, то есть из-за того, что большинство людей, они такие вот скажем так, другие овцы, то конечно же они будут распределяться по своим между собойщикам, им этого будет достаточно а будут люди, которые вот будут искать какого-то полноценного общения да, вот я думаю ты знаешь, Паш, у меня тоже вот в связи с этим поделюсь своими новостями, было несколько новостей первая новость моя была в том, что я пошел в группу христианин и начал я вроде бы там неплохо но я поместил там один неудобный для них вопрос а именно я поместил там вопрос который потом продублировал на своей странице вопрос рождение свыше она уменьшает сексуальность либо она увеличивает но это у меня отголосок разговоров с Ириной Савчиной и знаешь, что тут пошло тут на меня наехали ребята там с этой группы начали начали меня кусать как в группе куца точно и потом мне написала администратор публичку и сказала, что она этот пост забрала и меня они забанили на месяц, кажется забанили в группе христианин и я понял, что вот эта группа все-таки вот не по мне там уж очень жесткие правила а вторая новость состоит в том, что меня пригласил к себе в группу Саша Конопосевич я пришел к нему в группу я почитал правила мыслящие христиане просто христиане просто христиане или просто христиане я полчаса читал только правила я им написал ребята, у вас правил больше чем Царство Божие пока вот я читал ваши правила я уже забыл что хотел сам сказать то есть, что мы видим действительно все-таки очень много групп сейчас христианства в интернете и слава Богу но действительно каждый будет подбирать себе то, что ему то, что ему подходит и я с тобой согласен в том, что ищущий человек действительно избранный Божий он будет искать лучшего и в конечном счете он будет выходить на свое собственное служение он будет выходить в самодостаточность потому что выходить за стан постоянно выходить за стан этих групп и учиться быть самостоятельным когда он станет уже самодостаточным в Господе обретет полную зрелость Христову он уже сможет что-то давать серьезное и сам независимо от этих групп значит я благодарен Богу что пошла такая волна что появляются многие разные группы чаты и сейчас еще и мы созрели кстати мы совсем не такие как были год назад то есть пошла совсем другая волна другой этап развития виртуального общения среди христиан я например вижу что следующий этап вот пока что на этом этапе мы еще пробудем наверное год-два но будущий этап я знаешь какой я вижу вот сейчас этап такой скажем так приличное общение и распределение по своим между собой вот такой этап сейчас происходит а я вижу следующий этап не просто приличное общение не просто по своим между собой разбежаться а какое-то глубокое общение знаешь то есть вернее даже не просто глубокое какое-то глубокое а вот именно вот в сторону обсуждений в сторону какого-то познания рассуждения вот я вижу оно идет туда потихоньку потому что иначе тогда если мы ничего не ищем то и о чем тогда говорить и вот я как-то вижу что туда идет и потому что даже я для себя вот как-то увидел думаю ну надо же так вот я хочу то-то 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 а у группа группа Арзамасова допустим ну я там вряд ли этого добьюсь там просто будет приличное общение все вот у кутца было неприлично здесь будет приличное здесь более другая атмосфера конечно в этой атмосфере намного легче рассуждать обсуждать и глубокие вещи говорить но это просто намного легче но все равно она тоже не подходит потому что люди там этого не хотят они хотят просто прилично болтать знаешь вот есть болтовня вот такое состояние болтовни вот у кутца там неприличная болтовня неприличная болтовня здесь приличная но болтовня ни рассуждения ни дискуссии ни обсуждения и я понимаю что это конечно прилично это уже шаг вперед но мне нужно в какой-то какая-то специфика то есть какое-то рассуждение вот я тоже боюсь паша раствориться в болтовне около христианской болтовни знаешь что самое интересное вот этот арзамастов тоже я не хочу это болтовню мне она уже просто надоело и я тут предлагаю обсуждать темы а он не понимает вот знаешь вот человек не понимает вот как курс не понимал вот мы курсу сколько людей говорила ни один не два не три и ни один год сколько людей от него ушло сколько курсу горела что-то понял практически ничего каким курс был таким и остался его тарзамастову тоже я как бы объясняю что вот надо создать атмосферу рассуждения вот надо вот это подать и он не понимает уже это знаешь он хочет этого но не понимает что чтобы это сделать нужна атмосфера определенная он хочет в болтовне создать рассуждение но это не получается не могут люди болтать и при этом как-то к чему-то прийти что-то вот как мы например с тобой выходим и ты сразу создал атмосферу рассуждения то есть ты заранее подготавливаешь тему на которую мы будем говорить и ты заранее хочешь посмотреть тема будет раскрыта или нет то есть ты понимаешь ты создаешь определенную атмосферу для этого а он этого не понимаешь нужна эта атмосфера вот хотя хочет этого и я понимаю раз он не понимает а хочет кстати куц тоже многого хочет посмотрел что он хочет плохого что он хочет оскорбление я посмотрел тоже не хочет но он не понимает как этого избежать и не понимает как достичь вот этого хорошего понимаешь и ему объясняешь а он все равно не понимает но не И ты уже понимаешь, что надо поступить по заповеди апостола Павла. Кто не разумеет, тот пусть и не разумеет. То есть Куц не понимает, и пускай он и не поймет это. Пускай он всю жизнь это хочет, а мы сделаем свою группу и когда мы ее сделаем, мы покажем, вот смотри, Игорь. Вот как когда-то, четыре года назад, Игорю Куцу я сказал, не только я, а и другие люди, вот смотри на группу неудобных, вот смотри и учись. И он оттуда это взял, кстати, вот такую свободу общения. Но правда в уродливом варианте, там приличная была свобода общения. Еще и с рассуждением, кстати, с большими элементами рассуждения. Процентов 30. То есть группа была просто прекрасная, вот атмосфера в той группе была просто прекрасная. Как атмосфера, вот технология общения. Ну вот, и ты знаешь, я что хочу сказать? И вот я понимаю, что если Игорь Арзамасов это не понимает, я же не буду ему объяснять, понимаешь, ну вот что будет, если человеку не дано понятия, я ему объясняю, чем это кончится. Кончится скандалом. Правильно? Что вот у Куца происходило? Что у Арзамасова в землянке тоже происходит? Кончится скандалом. И поэтому я понимаю, что надо уходить. Понятно, что в этой землянке, возможно, только болтовня. Она где-то нужна. Вот это мы оставляем. Остальное человек не способен, не понимает, надо уходить в другом месте это делать. Все. Вот они посмотрели, кстати, твой эфир, ты там дал ссылку, они посмотрели, они были рады, довольны. Да, хороший эфир. И теперь пускай они пытаются такие же хорошие… Об антихристе, да, ты имеешь в виду, у нас с тобой эфир. Да, да. И вот теперь пускай они такие же подобные эфиры попытаются сделать в своей группе. Они же там группу открыли. Пускай они попытаются сделать такие же эфиры в своей группе. Если не получится, вот тогда человек начнет чесать репу и задумается, а что же мне делать тогда, чтобы получалось. И вот тогда мы с ним поговорим. А так он еще не понимает, что так как он себя ведет, так не получится к такому результату прийти. Я, знаешь, когда был маленький ребенок, даже не маленький ребенок, вроде бы был уже взрослый. Знаешь, мне казалось так, вот чтобы получить такой-то продукт, можно просто склепать там то-то, 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 и все и получится. Клепаю, но не получается. А мне потом люди говорят, ты понимаешь, там есть технология. Там не так все просто. Это кажется просто, но там есть нюансы. И без этих нюансов ты не сделаешь. И ты знаешь, многие люди не понимают, они думают, что не сделают, но они не понимают, что не сделают они. Нет у них этих нюансов. У них не получится. Поэтому, как говорится, дай другу дорогу. Надо пропустить человека вперед, чтобы он попытался делать, чтобы он убедился, что у него не получается. И тогда сказать, а вот смотри, как получается. Вот у нас получается, и смотри, почему. Чтобы у тебя тоже получалось. То есть надо людям дать возможность пройти вперед, чтобы они убедились, что они не могут. И вот поэтому, знаешь, и вот, например, этому блудному сыну надо было дать время, чтобы он прошел вперед, да? Потратил наследство свое. Но без этого никак нельзя было. Он бы не понял. Отец бы ему говорил бы всю вечность, и сын бы не понял. А так вот все, вот результат. Как говорится, не верь глазам своим, но это факт. Понимаешь? Да, надо оставить человека, оставить, дать ему возможность набить свои шишки, чтобы у него созрели эти вопросы. Это правильный подход. Паш, слушай, а что это за группа, которую создала землянка? Что это за группа? А я не знаю. Они создали какую-то, открыли группу, но я не знаю. Вот буквально сегодня, кажется, или вчера. Сегодня, кажется, создали. Группу создали. И второй вопрос у меня. Я что-то вспомнил о Володе Шульгине. Куда он пропал? Где он? Ты не в курсе? Он поссорился с Игорем Куцом и пропал. Это на почве того, что Игорь Куц запретил маме его, да? В бан отправил, да? Нет, это, 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 нет, нет. На почве того, что там что-то Куц начал его ругать очень сильно в эфире. И до такой степени они разругались, что Шульгин исчез. Это ж нам такие более улыбшие друзья. Да, да, это было пару недель назад. Ну, а мама, это уже отдельный был скандал. То есть Куц уже переругался со всеми. Осталось ему еще поругаться только со своей женой. Вот, и будет комплект полный. Не дай бог, конечно. Ну, вроде бы его жена такая молчаливая, что с ней тяжело будет поругаться. Но Куц сможет и здесь умудриться поругаться даже и с ней. Я тебе скажу, ты знаешь, я был в таком состоянии, в котором он сейчас находится. Ты находишься, я тебе скажу, в каком он находится в состоянии Куц. Он, у него есть цель, с одной стороны, он ее ясно видит, а с другой стороны, совершенно не видит путь к этой цели. Но очень хочет ее достичь. И потихонечку он начинает обвинять одного за другим, почему не получается эта цель. Потому что он ищет виноватых. Он не ищет технологию достижения цели, а ищет виноватых. Я ушел, понимаешь, а представь себе, если бы я остался, я был бы виноватым. Я ушел, другой ушел, третий, пятый, десятый, остался Шульгин. Вот уже Шульгин последний, на ты уже Шульгин виноват. Понимаешь? Я глубоко это как, ну, психологически так, духовно даже. Я был в этой ситуации. Я тоже, у меня была ситуация, что у меня была цель. И мне казалось, что ее... Знаешь, как оазис? Вот ты видишь этот, как этот, мираж. Мираж, мираж. Ты видишь мираж, и из-за того, что ты не можешь в этом мираже достичь воду, тебе кажется, что кто-то вокруг тебя дурит. А ты себя не видишь дураком. Потому что ты видишь этот мираж, я же вижу. Но то, что это мираж, и ты сам обманут, ты как-то это не можешь понять. Знаешь, вот такой эффект. И ты видишь кого угодно в виноватом, только не себя. И люди уходят один за другим, один за другим, и по итогу ты стоишь один на один с этим миражом. Понимаешь? Вот. Да-да. Сейчас, одну секундочку, Паш. Привет, у меня прямой эфир. Ты где-то в мешок? Да? Да. Все в порядке. Ты отправил то, что... Хорошо. Ну, давай. Легкой смены. Паш, сейчас вопрос у меня к тебе созрел. Вылетел из головы. Мы говорили о путье, да, то, что он мираж. То, что он сейчас находит только виноватых. Он разыгрался со всеми. Кроме своей жены. И новичков, которые иногда поступают в группу. Ну, или тех, которые просто сидят там вдалеке. Потому что с ними не поругаешься. А со всеми активными членами группы он разыгрался со всеми. Да, что-то я вижу, его и не видно, да, в группе. Там он особо... Очень редко посты постит. А, вот, я вспомнил. Нет, нет, Куц. Я вспомнил, Паша. Я, ты знаешь, я послушал тебя, когда ты предлагал Куцу вот это, чат организовать. Я просто удивлен, Паша, твоему великодушию, понимаешь? Что ты хочешь фактически спасти группу Куца. Ну, да. Ну, да. Понимаешь? Насколько ты, в общем-то, действительно, как отец. Ты заботишься о всех своих детях. Ну, слава Богу, слава Богу, да. На самом-то деле, на самом-то деле, все мы грешны. И надо помогать всем, понимаешь? Как бы, я же не могу потопить Куца и, допустим, все яйца положить в корзину Арзамасова, понимаешь? Это опять будет глупость. То есть надо и одно яйцо туда, другое туда, понимаешь? Мне не выгодно, чтобы Куца тоже полностью сдох, понимаешь? Даже если взять чисто с прагматической точки зрения. На самом-то деле, любовь очень прагматична. Если мы любим своих врагов, это очень хорошо. Потому что когда-нибудь враг тоже тебе ответит взаимностью. Знаешь, вот такой есть эффект. Это он сегодня тебе враг. Но когда-нибудь придет ситуация, и там, может, враг, может, даже останется врагом. Но он захочет тебе ответить взаимностью. Ты его любил, он тебе тоже. Хотя бы благодарностью, если не взаимностью. Поэтому, как говорится, отпускай хлеб свой по водам, ибо по прошествии многих дней опять найдешь его. Великодушие, на самом деле, это даже полезная черта, не только добрая, не только добродетельная. Это нам полезно еще. Для нашего же общения по Христе. Ты меня в этом отношении далеко-далеко переплюнул. Потому что я так смотрю гораздо короче. Я вижу, что группа, которая бесчестит Христа, я так думаю, что это благо, если бы она закрылась. Если бы Бог ее закрыл, вот, и люди бы не собразнялись, и равны бы свои не получали. А ты видишь дальше, и Бог тоже, я так чувствую, Он дорожит этой группой. Он же дорожит, он трости надлобленные не переломит, на курящегося не угасит. Понимаешь, если есть люди, которые нуждаются в этой группе, Бог для них делает что-то ценное. Пытается оставить эту группу, как-то ее реформировать, да? То, чем ты занят в данном случае. Ты понимаешь, ты понимаешь, дело в том, что эту группу вряд ли что-то изменит, вряд ли там произойдет реформа. Но, если эта группа дальше будет как-то худо-бедно существовать, то будут приходить многие новички туда, в эту группу. Потом ты увидишь, что это, на самом деле, группа такая, предбанник. Потом они дальше пойдут уже в другие чаты, в том числе и к тебе на страницу. А если этой группы куца не будет, то не будет такого магнита-пылесоса со всего интернета. Понимаешь, группа куца это такое, скажем так, как это называется, прихожая. Прихожая, понимаешь? Ну, внешний двор. Внешний двор. Да, поэтому нам не выгодно, чтобы эта группа развалилась. Пускай она существует, хотя она бесчестит Бога, но она выполняет другую функцию. Она приманивает в себя людей. Кстати, она же тебя приманила, приманила. И в этой группе ты нашел меня. И сейчас ты со мной, вот сейчас сидишь в этом эфире. Ты понимаешь, какая штуковина? Надо как-то не забывать, откуда ветер начался и чем закончился. Да, да, ты прав, абсолютно 100%. И ты знаешь, группа куца растет. Она уже сейчас насчитывает около тысячи членов, там 900 с чем-то. Они начинали вот после второго удаления, когда и второго бана, фрисбучного, там было 150 человек. Сейчас там уже около тысячи. Да. И там служение интересное. Там вот эта, вот эта, с двумя детьми девушка, Аннушка, вот эта, Аня. У нее очень интересное служение оригинальное. Она стала делать дайджесты, да, дайджесты. Ежедневные, это. Обзор. Да, живые силы там есть. И я тебе скажу, пускай люди посидят в этом предбаннике, пускай они посидят в этой прихожей. Они потом захотят пойти дальше. Знаешь, детский сад, детский сад, это прихожая в эту нашу взрослую жизнь. Пускай они в этом детском саде поваряются. Это прихожая в школу. Да. Прихожая в школу. А школа, прихожая в институт. А институт... И так далее. Да. Добрый вечер. Елена Богданова пришла. Добрый вечер. Да, 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 да. Добрый вечер, Елена. Так что, пускай там и группа Куца развивается, а оттуда многие люди недовольные. Войдут куда? Пойдут дальше. Там уже вот дальше будут вот эти чаты, группы другие. Пускай... А если группа Куца закроется, то, знаешь, я тебе скажу, таким образом и мы можем закрыться. Понимаешь, нам нет смысла друг другу пилить сук, на котором мы сидим. Пускай он сидит на своем сук, а мы на своем. Нам, наоборот, лучше друг друга поддерживать. Но, правда, понимать, что есть вещи, где нам поддерживать нет смысла. Ну, не буду сейчас говорить. Понимаешь, помнишь, как тебе пять разумных девок и пять неразумных? И пять разумных дев сказали, идите на базар, купите себе масло. Они не стали там, а, у вас светильники без масла, там, идите купите, вот хороший совет. Так что, пускай там группа Куца существует, потому что она хороший пылесос. Понимаешь, у нас же сейчас еще нет оборотов, у нас еще людей же нет, у тебя на странице людей же нет много, правильно? У меня в группе тоже нет. Пускай еще группа Куца как минимум год посуществует. А может быть и дальше. Потому что это тоже один из секторов притяжения христиан. Пускай они туда притягиваются, потом они, они потом найдут свои ниши, куда им нужно. Они же знают о тебе, там, многие знают о тебе. Они к тебе придут, ко мне придут и так далее. Вот и Елена их притянет тоже. Глубокая стратегия, Паша, ты умничка, глубокая стратегия у тебя. Саша, я никогда не забываю, что, понимаешь, что надо быть евреем до конца. Понимаешь, и не то, что евреем даже, а еще и при этом, как Христос говорит, что сыны мира сего бывают разумнее, чем сыны света, догадливее вернее, не разумнее, а догадливее. Понимаешь, надо быть очень таким, ты знаешь, на самом деле это у меня не стратегия. Это кажется, что я такой хитрый. На самом-то деле я молился Богу, и Бог мне говорит поступать по любви. А любовь уже, оказывается, за ней стоит такая глубочайшая стратегия. Ты понимаешь, вот когда мы отпускаем хлеб свой по водам, мы же не знаем, где мы его найдем опять. Там просто говорится, и по прошествии многих дней опять найдешь его. Но там что за стратегия, она скрытая. Как-то там хлеб плывет по водам, а потом где-то хлоп, и нам кто-то помог. Пустил нам хлеб по водам. Мы не знаем, как это происходит, но Бог знает все. На самом деле это стратегия от Бога. Бог есть любовь. Вот кто стратегия это. А я просто поступаю по любви, на самом деле поступаю мудро. Но не потому, что я любовь, а потому, что доверился Богу, который есть любовь. А любовь это самая мудрейшая стратегия. Она мудрее всего. И даже в том числе истины. Любовь мудрее всего. С помощью любви Бог создал все, а не с помощью истины, там, мудростью и так далее. Не было бы любви, тогда бы не было бы причины все создавать. Причины бы даже просто не было бы. Вот, ну, так что, пускай там развиваются все эти группы, но в то же время у нас есть что-то главное. И вот мы сегодня обозначили главные наши цели, мы дальше будем двигаться. И вот кто пришел, вот, просто проанонсируем, у нас какие цели. Я хочу в своей группе делать разбор, там, у меня есть группа, хочу узнать, делать разбор ситуаций, разбор полетов. То есть человек полетел, удачно, неудачно, разберем как. Разбор полетов. Или ситуации, в которой он оказался. Хочу сделать свой чат, может быть, обсуждение такое. Обсуждение какое-то такое живое. У тебя в группе, вот как раз обсуждение, вот у тебя на странице обсуждение, как раз происходит по каким-то твоим личным вопросам. И вот у тебя тоже группа, ты говоришь, библейские, библейские, там, это, искусство библейского толкования. Да, искусство толкования Библии, да. Кстати, пользуясь случаем, могу всех пригласить в эту группу, тебя, Паша, и всех желающих. Можно забить в поисковик в Facebook искусство толкования Библии, и вы выйдете на мою группу. Она, правда, только-только начинает ее размораживать. Ну, со временем, каждый, в принципе, может писать посты и выходить в прямые эфиры по поводу толкования Библии. Задавать вопросы и так далее. Ты знаешь, ты знаешь, я последние эти две недели, мы же с тобой в эфире не было почти две недели, наверное. Я эти две недели, практически все две недели просидел в землянке, представляешь? И сейчас я понял, что в землянке, примерно, специфика вырисовывается, болтовня. И я понимаю, что раз это болтовня, ну, болтовня мне тоже где-то нужна, но это не моя основная цель. И вот ты понимаешь, я как-то так что-то тебя оставил, пошел в землянку, там сидел в землянке, а сейчас я посмотрю. И знаешь, у меня как глаза открылись, стоп, а мы же на твоей странице вот ведем такое обсуждение, понимаешь? А это же моя как раз основная такая деятельность. И вот я понял, что в землянке такое обсуждение не получится. Там больше пойдет болтовня, там, знаешь, что один, то другой, то третий. И значит, я эту землянку сдвигаю. То есть у меня произошла такая вещь, внутренняя работа. И вот я хочу дальше двигаться, знаешь, и со временем я найду свои ниши конкретно, знаешь. Вот здесь я делаю то, там я делаю это, пятое, десятое. И все, я нахожу ниши, и все цели достигнуты. Вот я примерно туда двигаюсь. В принципе, что? Наверное, вот такие у нас новости были. Вот я еще, кто присоединился недавно, хотел сказать, что под церковью я подозреваю не просто какое-то собрание людей, а именно общение. Если мы имеем общение друг с другом, то ходим во свете. Не собраны просто, собрались там вместе, а имеем общение. Вот мы ходим во свете, и поэтому нам надо иметь общение в разных группах по разным темам. То есть ты говоришь о расширении мышления, чтобы человек не думал, что вот я только в группе какой-то, там, в группе куца или в землянке, да, и мне этого достаточно, чтобы человек был подвижен, динамичен, ходил, искал, искал свое служение, да, двигался дальше, выходил какие-то на свои варианты, оставаясь при этом в личных общениях. И в конечном итоге церковь Божья, это есть вот эти личные общения, личные взаимоскрепляющие связи, да, потому что организация группы, она административная, она, скорее всего, формальная, да, а вот то, что объединяет дух, вот это сущность. Ты знаешь, ты знаешь, ты сейчас мне сказал одну вещь, я вот хочу ее подчеркнуть, я как-то ее недооценивал, вот хочу сейчас подчеркнуть, вот ты сказал личное общение, да, вот я когда был у свидетелей Говы, то там поощрялось, чтобы братья и сестры между собой не общались, я имею в виду, лично не общались, на духовные темы имею в виду, чтобы лично не общались, только на бытовые темы, а на духовные темы ни в коем случае не общались, потому что если братья и сестры будут лично между собой духовно общаться, ты чувствуешь, это к чему приведет их? Это к отходу от генеральной линии партии. К расколу, к сектанству, как они говорят. И вот поэтому, ты посмотри, сатана очень заинтересован, чтобы мы лично между собой не общались на духовные темы. Вот задача сатаны. И наоборот, задача Христа, заметь, где двое и трое собрались во имя Мое, там я посреди них. Заметь, там не написано, собрание собралось во имя Христа. Не собрание, не церковь, а Христос как будто как специально, двое и трое. То есть такое личное общение во имя Христа. И поэтому нам надо обратить внимание, у нас есть, вот, например, в группе Куца, как-то у меня не сложилось личное общение. Я стал звонить по личикам. А вот личное у меня общение с тобой вот сейчас здесь на странице. Я вижу, мы как-то лично общаемся. И вот нам надо обратить внимание, у нас есть какое-то личное общение с другими людьми? Если нет, то мы можем просто в личику позвонить. И ты знаешь, кстати, вот я тебе хочу сказать, когда я был там у свидетелей, я потихонечку личное общение вел то с одним, то с другим. И потом, когда меня исключили, у меня уже была целая сеть людей, уже как бы собрание такое, оно не было формальным. А потом даже стало и формальным. То есть уже вот у нас было конкретное место, где мы собирались. То есть я не вылетел просто в мир вот ни с чем. Почему многие боятся исключения? Потому что он вылетит ни с чем. А у меня уже было готовое собрание. Я знал, куда уже идти. Но ты нарушил приказ свидетелей Иеговы. Да, да, да. И это, я думаю, что не только у свидетелей Иеговы. Ты посмотри, вот как у Куца там... Помнишь, Куц как-то занервничал еще тогда весной? Он как заметил, что там где-то у кого-то что-то зреет, какое-то личное духовное общение без него. Это заговор? Заговор. Понимаешь, это заговор? Вот. Но нам... Но нам... А вот давай посмотрим, Александр, по-другому. Допустим, мы с тобой здесь лично общаемся. У нас есть какие-то группы. И кто-то, какие-то люди, которые ходят к нам или в наши группы. За нашей спиной там ведут какое-то духовное общение. Какая наша будет реакция? Какая наша будет реакция? Ну, ты знаешь, Паша, мне наоборот кажется, слава Богу, что человек посмел выйти за флажки, очерченный им, понимаешь? Вот я... Вот сейчас я понял, вот в разговоре с тобой, я понял, почему многие люди держатся куцами. Держатся. Они боятся выйти за флажки. Это страх, понимаешь? А вдруг там какие-то злые лжеучителя меня скушают за этими флажками? Это же от немощи идет, ты понимаешь? А вдруг я попаду там в такую халэпу, как... Свобода подразумевает ответственность. Ответственности люди боятся, бегут от ответственности. Как ты сказал, надо быть избранным, чтобы выйти за стан, надо быть избранным. А не просто званым. Да. А только избранные, у них есть дух. Только им хватит духа выйти за стан. Только им. А ты знаешь, я вот так представил, если кто-то будет общаться за моей спиной о духовных вещах, а, допустим, не со мной, да я буду рад за него. Потому что пускай там дух зреет. Знаешь, там, как Христос же не переживал, что там, помнишь, кто-то не ходил со Христом, а ученики говорят, запрети ему. Запрети, да. А Христос не запретил. Кто не против нас, тот за нас. Даже если люди, они не за нас, но и не против нас, о чем-то говорят о духовном, пускай дело Божье двигается. Где-нибудь, мы, наоборот, должны ратовать за это дело. Мы должны, наоборот, радоваться, что там есть такое духовное общение. Потому что где-нибудь, может быть, эти люди нам тоже дадут когда-то прибежище. Потому что они того же духа, что и мы. Пока что мы не вместе. Пока что у нас разные служения или цели. Но все будет хорошо. Эти люди нам понадобятся. Когда-нибудь. Может быть, только в Царстве Небесном. Не знаю. Но это все идет в копилку Христа. Нам как-то надо видеть. Пускай это идет мимо нашей копилки. Но идет ли это в копилку Христа? Вот в чем вопрос. Да, конечно. Церковь именно там, где мы ищем копилки для Христа. Прибыли для Христа. Да. Вот когда человек к этому присоединяется, да. Говори, говори. А если многие вот так ищут, что они не смотрят, что это в копилку Христа идет, они смотрят, что это идет мимо их копилки, куда-то дальше, то как они это воспринимают? Что, стоп, меня обделили? Что за дела? Но отец не переживал, когда блудный сын ушел, да? Пускай идет. Он мой сын. Я знаю, что он ко мне вернется. Он не раб, который не знает, что творится в доме. Он мой сын. Он знает мои секреты. Он ко мне вернется. И поэтому пускай люди его даже, вот, например, если там кусты ревнуют, что где-то есть какое-то духовное общение, так зайди в это духовное общение, пообщайся с нами. Или, допустим, я говорил, там вот Валентин Капмарь сделал такое духовное общение, а свидетели распустили, запретили это общение. Вместо того, чтобы взять и сказать, да на тебе кафедру, стадионы привлекай. А с твоих пожертвований нам еще десяти нанеси. Так все бы выиграли. Так и свидетелям сколько бы еще людей походили. Потому что это, ты понимаешь, там один бизнес кругом был бы, и денежный, и духовный, какой хочешь. Но нет, понимаешь, они и его закрыли, и себя, и себя лишили прибыли. И духовный, и духовный в том числе, и количественный. Потому что люди бы пошли на этого Валентина Капмарь. Потому что этих скучных проповедников никто не хочет слушать. Никто не хочет давать деньги на такую скукоту. Понимаешь, но люди же не умеют делать бизнес. Понимаешь, они вот все так, все. Понимаешь, у них, знаешь, есть такая фраза, ничего личного, только бизнес. А у них личное. И в результате бизнес рухнул. А потом Христос говорит, я тебе дал талант, где моя прибыль? И ты без прибыли, и я. А я там в потьмах берег этот талант, его не потратил, ел там отбросы, чтобы тебе его вернуть. Да глупец ты. Надо было пустить в оборот, и ты бы ел бы, и меня бы прославил бы. Знаешь, вот есть такая идея, что не тебе, не мне, а есть другая идея. И тебе, и мне. Вот. Поэтому вот, надо вот двигаться в этом направлении. Христос вот эту идею проповедовал. Пускай он проповедует. Кто не против нас, тот за нас. Вот, надо как-то это увидеть. Пускай это идет мимо моей копилки. Главное, что ему идет в копилку. Главное, что это святой дух, святому духу идет в копилку. Все хорошо. А мы, может быть, еще и договоримся. Так что, что хочу сказать. Я сейчас предлагаю, пускай люди там ищут себя, делают какие-то между собойчики. А где-нибудь, вот ты увидишь, мы где-то пересечемся. Где-то мы там вырастим, где-то мы притремся, и мы еще пересечемся. Может быть, даже с тем же куцом где-нибудь, понимаешь. Просто сейчас куца надо ставить одного, чтобы он немножко поврился в собственном соку. Вот он со всеми пересторится. Пускай он подумает за своим поведением. Понимаешь, когда он остается один. Вот здесь, вот здесь, кстати, я не хочу ему помогать. Понимаешь, потому что раньше я в его группу много вкладывался, инвестировал. Сейчас я не хочу. Но и чтобы группа не сдохла. Понимаешь, если сдохнет, тогда уже нечего там исправлять. Человек просто сдох. Или служение сдохло. Пускай служение не умрет, но и немножко так потлеет, знаешь, как бы не слишком развивается. Вот на таком на медленном огне мы пожарим. Понимаешь, на медленном огне до человека дойдет. Да, он должен пересмотреть, конечно, многие вещи на своем пути. Ну вот все. Я рад, что мы так поговорили. Пускай вот Бог движется, мы будем тоже двигаться вместе с Богом. И дальше посмотрим, какие будут следующие этапы. Но я тебе скажу, следующие этапы будут такие, что сейчас вот, посмотри, вот это альтернативное все общение, это по сути дела приличное общение. Но уже, понимаешь, у многих уже появляется жажда по дискуссиям, по познанию, по большинству. Да. Так что вот, я думаю, что потихонечку, вот мы занялись уже этими рассуждениями, потихонечку вот люди будут интересоваться обсуждениями. Вот поговорим и насчет Писания, и насчет всего остального. Это я чувствую следующая волна. И где-то там мы, может быть, перечемщи еще с кем-то. Я услышаю, я уже засыпаю, просто чувствую уже глаза закрываются. Спасибо тебе, да, спасибо всем, кто смотрел наш эфир. Всем благословения. Паша, доброго сна, спокойного. Чтобы завтра стал бодрый на дела Господня. Всем благословения. Все. Солдан. Спокойной ночи, да, всем остальным. Пока.